здравствуйте дорогие друзья опять записываемся на ногах в походном режиме только что провели конференцию китеж град против вавилона здесь покровском монастыре в москве там где мощи святой матроны московской настроение конечно приподнято хотя понятно что наши оппоненты продавливают принятие от этого цифра сектанского законопроекта единой биометрической системе по нашим данным они надеются значит заставить думу принять во втором и в третьем чтении это законопроект уже 20 20 21 декабря но мы продолжаем выступать категорически против несмотря на всякие заманухи которые делают противник на всякие обещания что наши какие-то наши чаяния можно легализовать в виде поправок это на самом деле совсем не так это конечно попытки самовнушения одновременно попытки обмануть и ввести в заблуждение президента путина и силовиков и тем не менее надежда все равно есть надо бороться мы видим что дума испугалась за последнюю неделю она трижды переносила слушание по закону законопроекта ебс вот и буквально сейчас в эти минуты когда мы проводили конференцию в думе шло очередное экстренное совещание с участием министра шадаева тем временем если посмотреть что пишут западные сми складывается впечатление что путина уже списали там на западе особенно после того как он заговорил о возможности изменения нашей доктрины ядерного сдерживания и переходу к возможности значит легализация превентивного удара западные сми вовсю же сравнивают путина с каддафи а какие-то европейские деятели уже организуют трибунал в гааги на этом фоне канцлер германии шольц делает недвусмысленные намеки нашим предателям нашей пятой колонне заявляя о том что европейцы готовы восстанавливать отношения с россией после окончания войны ну что следует считать как после свержения путина также мы видели заявление святейшего патриарха кирилла ну и наконец вашу активность которая собственно и спровоцировала вот эти вот страхи нашей пятой колонны в органах власти от печально что вот это вот неадекватность нашей власти которая не видит явных угроз национальной безопасности происходит на фоне усиливающихся ударов по многострадальному донецку по нашим русским городам вот и на фоне полной беспечности властей множество регионов глубинной россии что москвы что петербурга буквально на этой неделе петербурге состоялся круглый стол где общественники требовали от властей провести ревизию бомбоубежищ облегчить возможности создания добровольных народных дружин и так далее вот но тем не менее то что происходит сейчас и сегодняшняя конференция где мы видели огромное количество замечательных православных людей единым фронтом выступивших против строящегося цифрового концлагеря вселяет оптимизм россия возрождает субъектность мы снова превращаемся из атомизированных каких-то атомизированного общества в народ и власть просто не сможет игнорировать этой тенденции оставайтесь с нами